Всем привет! Это Рокзин Роман и сегодня будет очень интересная тема Как лучше коммуницировать, чтобы не было проблем Мы очень часто находимся в таких ситуациях, когда возникают какие-то споры, конфликты И порой очень сложно выйти из таких ситуаций И обе стороны могут остаться недовольны Поэтому я заинтересовался, а что может сделать мою коммуникацию эффективнее И так, чтобы не манипулировать другими людьми, но и в то же время не страдать И на самом деле очень важно начать разбираться в том, чего хочет другая сторона и чего хотите конкретно вы И сейчас я хочу рассказать о тех ошибках, которые очень часто возникают при коммуникации Я приведу вам некоторые примеры Бывало ли такое у вас, что вы чувствуете, как будто вас не понимают Вы говорите что-то, пытаетесь рассказать о своих чувствах или о своих мыслях Но что-то идет не так Собеседник как-то себя ведет, что ну как-то потом общаться с ним не хочется И на самом деле это довольно частая проблема Потому что не всегда мы можем понять, чего хочет другой человек, что ему нужно И начинаем очень часто рассказывать о себе Давать какие-то советы, которых не просят Или какие-то нравоучения Хотя, может быть, человек просто хотел, чтобы его выслушали Или как-то, может быть, подбодрили Или что-то ему сказали Поэтому вот важно, важно начать разбираться, чего человек хочет И как коммуницировать так, чтобы было меньше недопониманий, меньше конфликтов и каких-то сложностей Что очень часто портит отношения Бывало ли у вас такое, что вы приходите к человеку, что-то рассказываете Что-то, может, очень важное для вас А в ответ слышите Слушай, ну, конечно, тут вот ты поступил неправильно Надо было сделать вот так, вот так вот и вот так вот И человек вам выкладывает, как надо поступить Здесь, здесь и здесь Дело тут в том, что тот человек может быть, конечно, прав Есть такая вероятность Но отношения не очень будут гармоничные Потому что довольно-таки часто вы будете чувствовать Либо вину, стыд, либо какой-то дискомфорт Либо будете чувствовать себя каким-то неопытным, маленьким И, безусловно, это, ну, к хорошему это не приводит Поэтому я хочу обратить ваше внимание на то Чтобы вы, когда вы общаетесь с человеком Не раздавали советов просто так, когда в них не нуждаются Знаете, я довольно часто пытался раздавать советы Говорить как надо, как правильно Потом получалась фигня И у большого количества людей происходит приблизительно одно и то же В этом варианте я предлагаю задать себе вопрос Который я когда-то получил у Дмитрия Троцкого Который вот очень круто сформулировал такое вот выражение Если мне хочется дать совет Потому что только я знаю, как надо и как правильно Я должен спросить человека А нуждается ли человек в моем совете и в моей помощи? Если он ответит «Да» То дать ему этот совет Если же он ответит «Нет» То его давать не стоит Но если очень хочется Если прям не втерпешь Потому что я точно знаю, как надо и как правильно То дать этот совет В 99% случаев После этого быть посланным И понять Что на самом деле Мне просто хотелось Внимания этого человека Вот прослушайте еще Несколько раз эту фразу Которая на самом деле Очень многое меняет Когда мы даем советы Мы очень часто пытаемся выделиться Обратите внимание Даете вы советы Как опытный эксперт Или вы просто хотите Как-то выделиться Показать, что вы круче Знаете, на самом деле Большинство людей Именно второй вариант И очень важно Спросить человека Нуждается ли он или она В вашей помощи Теперь Следующий вариант Бывало ли такое, что Вы говорите что-то Человеку Рассказываете что-то А он говорит «Да, да, смотри Ну у меня была такая ситуация Когда Было намного больше проблем Слушай, вот тогда У меня было в 10 раз больше проблем В 10 раз больше долгов И вот я Вот я в той ситуации Поступил вот так вот То есть В данном варианте Это соревнования 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 тоже На самом деле Мешают коммуникации Потому что Вы Не Слушаете Как правило Человека Вы Как правило Говорите о себе И Как-то Сравниваете Кто круче Вам хочется Оказаться Самим круче И Вот вы Так себя ведете Обращайте внимание Когда вы Пытаетесь Соревноваться С другими людьми Следующий вариант Это Поучение Да Ну Я в такой бы ситуации Поступил бы Иначе Нужно Просто Вот Поступить Вот так вот Другие люди Другие люди Так Так не поступает Нужно Вот делать Это Утешение Проблема Не в тебе Ты Сделал Все Возможное Знаете Большое Количество Людей Хотят Чтобы Их Поддержали Их Утешили Но Очень важно Понимать Что Это Не всегда Нужно Делать И Когда Человек Вам О чем-то Рассказывает А вы Начинаете Его Утешать Вот так Вот Проявлять Жалость То Не всегда Это Очень Эффективно Обращайте Внимание Что Сейчас Хочет Человек Может быть Вы просто Его Выслушаете И все Не нужно Утешать И рассказывать Это Опять же Важно Смотреть По Обстановке Рассказ О собственном Опыте Да Это Конечно Интересно Ну Смотри Смотри Вот Я Когда-то Вот Год Назад Я Варил Помидоры До этого Я сходил Закупился Огурцами Помидорами Я тебе Расскажу Сейчас Очень Интересный Рецепт Как Правильно Консервировать Помидоры Бывало ли Такое Что Вы Хотите Рассказать О какой-то Своей Проблеме А Слышите Что Человек Начинает Рассказывать О своем Опыте Причем Иногда Это Может Занять Ну Долгий Промежуток Времени Вот И В конце Разговора Ну Какая-то Неудовлетворенность Вы Сказали О каких-то Своих Чувствах Проблемах А 90% Времени Ваш Собеседник Просто Проговорил О том Как он Консервировал Помидоры Просто Важно Об этом Тоже Задумываться Как Вести Коммуникацию Подавление Чужих Эмоций Слушай Ну Важно Вести Себя Веселее Не Нужно Падать Духом Будь Веселее Веселись Радуйся Что ты Что ты Так себя Ведешь Да Ну Ладно Не Хрусти Ну Что Ты Это Как Как Тряпка Как Как Какая Размазня Вообще Что Ты Что Ты Плачешь Мальчики Мальчики Не Плачут Ну Что Ты Так Себя Ведешь Злиться Нехорошо Ну Я Думаю Здесь Все Понятно К Чему Это Все Приводит Даже Если Человек Согласится С вами То Осадочек Внутри У него Все равно Останется Поэтому Подумайте Перед Тем Как Подавлять Эмоции Другого Человека Проявление Сочувствия Когда Вам Говорят Ох Бедняга Да Тебе Нехорошо Я Тебя Понимаю И Смотрите Здесь Очень Важно Действительно Это Ну За этим Многие Приходят И Человеку Нужно Принятие Но Иногда Просто Может быть Позволить Человеку Высказаться А не Жалеть Его Не Говорить Подобным Образом Потому Что В таких Вариантах На Подсознательном Уровне Вы Часто Можете Ставить Себя Выше Другого Человека И Если Он Этого Не Ждал Если Он Хотел Просто Проговориться То Такая Коммуникация Будет Выстраивать У него Какую-то Подавленность Или Недовольство Поэтому Здесь Тоже Важно Смотреть По Обстоятельствам Не Всегда Нужно Так Поступать Безусловно Есть Варианты Такие Но Я Здесь Хочу Вам Сказать Чтобы Вы Обратили И На Это Внимание Вы Спрашивали Слушай А Когда Это Началось А Что Ты Делал Потом А Как Они Поступили Да Ну Ладно Что Ты Такое А Как Ты Там Сделал Да Конечно Это Очень Сложно А Что Она Сделала И Что Было Потом Иногда Это Напрягает Когда Человек Начинает Выспрашивать Казаться Каким-то Что Что Он Якобы В теме Но На самом Деле У Другого Человека Не Создается Ощущение Присутствия Что Его Собеседник Как-то Доверяет На самом Деле Собеседник Может быть Думает О себе И Пытается Что-то Там Для себя Уяснить Но О другом Человеке Он Вовсе Не Думает Поэтому Тоже Задавать Вопросы Как Б Нужно О теме А не Просто Так Лишь Б Позадавать Вопросы И Тогда Я Буду Казаться Что Я Я Сочувствую Я В теме Но К сожалению Это Не Так Поэтому Обратите На это Внимание Тоже Объяснение Ситуации Я Позвонил Б Но Там То-то 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 Там Было Это 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 Объясняйте Ситуацию Только Там Где Это Действительно Нужно Обратите На это Внимание Исправление На самом Дель Все Было Совершенно Не Так Нужно Было Делать Это А потом То И Вообще Там Ты Поступил Неправильно Ну Конечно Да Я Сказал Чтобы Ты Поделился Мне Открылся Вот Но Я Знаю Как Надо Поэтому Я Тебе Сейчас Расскажу Послушай Вот Здесь Здесь И Здесь Ты Делал Не Так Вовсе Не Важно Спрашивал Ты Моего Совета Или Нет Я Тебе Расскажу Как Надо Я Что Я Что Опытнее Я Здесь И Здесь И Здесь Тебя И Справлю Вот Смотрите Какие У вас Чувства Возникают После Такой Коммуникации Ну Я Могу Предположить Какие Поэтому Когда Общаетесь С людьми Пожалуйста Не Делайте Такой Дичи Потому Что Очень Часто Возникает Такая Ситуация Когда Человеку Говорят Ну Откройся Ну Расскажи Ну Что Ты Ну Это Давай Я Никому Не Расскажу Человек Открывается Рассказывает А Потом Ему Говорят А Вот Теперь Послушай Я Тебе Расскажу Как Надо Ты Тут 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 Ты Не Прав Ты Вообще Да Как Ты Мог Так Поступить И Что Потом Я Здесь Хочу Просто Некоторые Примеры Привести Которые Разрушают Отношения Которые Просто Приводят К дну Просто К дну Приводят Поэтому Обдумайте Было Ли Это Вашей Жизни Как Вы Поступали Как Поступали Другие Люди И Возможно Вы Сделаете Какие-то Выводы Чего Делать Не Стоит И На Что Это Лучше Заменить И Самое Важное Что Я Заметил Очень Важно При коммуникации Думать О Другом Человеке И Пытаться Понять Чего Он Хочет И Какие Чувства У Другого Человека Когда Мы Много Думаем О Себе То Это Может Очень Часто Расстраивать Коммуникацию Вот Собственно То О чем Я Сегодня Рассказал Определенные Моменты Которые Разрушают Коммуникацию Поэтому Подумайте Тоже Над Этим И Если Это Видео Вам Было Интересно Ставьте Лайки Комментируйте Обращайтесь Пишите Я Буду Вам Очень Благодарен И До Новых Встреч Субтитры